Итак, это анализ рынка. Сегодня 16 января 2024 года. Время 7 часов 50 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в жестком минусе, фьючер со США и ЕС в минусе, не в минусе. По акциям Российской Федерации мы видим снижение ровно от того уровня, который мы с вами ранее озвучили по ММБ. Это уровень 3200 пунктов. Первый уровень большого реперного ценового сопротивления. То бишь диапазон 3200-3250-3300. Я напоминаю, что стоит большой пункт опцион по ММВБ со сроком погашения 31 января на уровень 3100 пунктов на этой зоне откупа. Судя по всему, крупный капитал делает ставку на то, что рынок будет снижаться до конца января к этой области. Но я еще раз напоминаю, что количество шартовой массы по российскому рынку акций 70% физлиц сидят и шартят. Все, что можно шартить, они шартят. И в чем проблема? В том, что, как показана практика, толпу к прибыли массе своей не везут. В нашем клубе трейдеров, в биржах инвестиций и трейдинге, я вчера опубликовал количество лонгов и шартов по российскому рынку акций. И обратите внимание, что по индексу ММВБ даже в фазе роста рынка количество шартов все равно продолжает расти среди физических лиц. И это должно напрягать, потому что любой откат рынка – это продолжение роста шартовой массы. Допустим, пришел ММВБ к уровню 3100 пунктов, его там зашартили, перешартили и потом отправили на вынос в район опять 3200, 3200 и 3300 пунктов. Что это означает? Правильно. В дальнейшем снижение объема на шартовую массу, так как они будут получать по мирусам маржин колы, фиксировать убытки и прочее в этом духе. С другой стороны, я также опубликовал информацию в нашем клубе трейдеров о том, что пут опцион имеется на уровне 3100 пунктов по индексу ММВБ с официальным сайтом московской биржи. И судя по всему, крупный капитал делает ставку на то, что рынок будет снижаться краткосрочно в этой области, где данный пут опцион будет выкуплен со стороны крупного капитала. И второй момент – там, где будет притянуто за уши новая порция шартистов. Так, в принципе, в российском рынке всегда было, есть и будет, я в этом убежден. Вот, и чем больше шартовую массу мы получим на этой области поддержки 3100 пунктов, у нас количество шартов будет в районе опять 75-77% от общего числа участников, именно физических лиц, которые в том процессе будут опять выносить к высшестоящим областям сопротивления по индексу Московской биржи. И самое главное, что я бы хотел озвучить, я публиковал сегодня поутру макроэкономический пост на нашем телеграм-канале Биржевик Акции, где 68229 подписчиков. Ссылка на канал имеется в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт про рынок акций, рекомендую подписаться. Вот. И хочу озвучить пару мыслей в противовес тому рыночному Армагеддону, который сейчас звучит из каждого рупора. Во-первых, согласно макроэкономическому индикатору М2, деленному на рынок акций РФ, то бишь денежно-массов корреляется с ходом торгов акций Российской Федерации, денег за пределами рынка огромное количество, где-то в районе 30 триллионов рублей. Тем самым они продолжат направиться в российские акции, в частности за счет будущего раунда девальвации рубля и спасения капиталов от инфляционных рисков. Соответственно, чем больше денег в финансовой системе России, тем выше фондовый индекс ММВБ. Ну, согласно тому графику, что ниже. Вот финансовая система Российской Федерации, денежная масса, синенькая линия и оранжевый индекс ММВБ. То бишь, индекс ММВБ сейчас от денежной массы очень жестко отстает. Поэтому, да, конечно, я сторонник того, что у нас будет откат рынка в район, возможно, даже 3000 пунктов по ММВБ. Может быть, даже в разгар рецессии, кризиса в район 2800-2900 по ММВБ. Но от тех неожиданщих областей наш рынок будет тупо разворачивать вверх, потому что за пределами рынка имеется 30 триллионов рублей и хотя бы половина этой денежной массы, ну пусть, ладно, не половина денежной, но хотя бы 25-30% этой денежной массы в наш малоликвидный рынок будут заливаться. А залив этих денег в наш малоликвидный рынок, это автоматический памп индекс ММВБ и его выход в район 3600-3700 по ММВБ пунктов. И вполне реально на уровне 4000 пунктов. Поэтому, кто бы как не пытался выдавать желаемость действительная по отношению к тому, что я говорил ранее много раз, я все равно сторонник того, что по тренду восходящему мы по рынку акций России будем дальше расти. Поэтому, да, откат я по рынку краткосрочный ожидаю, но не более чем. А потом все равно целевышность будет среднесрочная. Поэтому я говорю, что если у вас среднесрочная позиция есть, вам нужно держать дальше. Но, опять же, быть готовым к тому, что они в этот момент времени просядут в убыток и будут резонок, опять же, докупить. А почему бы и нет? Вот. Ну, либо, опять же, фиксировать прибыль, какая есть у вас сейчас и ловить рынок на его откате. То же, как вариант, имеет место быть, потому что неожиданно черный, я думаю, что рынок отработает и будет возможность закупить новую порцию среднесрочной позиции, чтобы потом по мере роста всего российского рынка акций брать, да и распродавать. Но, в принципе, то лое, которое я озвучил вам в конце декабря, в начале января в обзоре рынка на 2024 год, в обосновании того, почему у вас будет рецессия в рамках текущего года, это мировая рецессия, я все эти вещи, в принципе, озвучил неоднократно. Можете видеоролики посмотреть. Вот. И что еще важнее, то, что индекс доллара DXY плавно, медленно, но мирно, верно растет. Ну, в принципе, про рост индекс доллара мы с вами говорили в видеоролике про обзор рынка на 2024 год, о том, что в первом-втором квартале индекс бакса будет расти. Первая цель будет в районе 104 пунктов, вторая цель будет в районе 108 пунктов. Но по как он дорастет, он непосредственно будет брать, да и обваливаться на факторе снижения ключевой ставки ФРС. Вот. И сейчас индекс доллара торгуется в районе 103 пунктов. У него первая цель – это ЕМА-20104 пункта. Мы к этому придем в виде формации «Голова перевернута» и дальше уже там проторгуемся какое-то время, даже откат покажем опять на 102 пунктов и потом пойдем выше. Но я все к чему клоню? А я клоню к тому, что даже по мере роста индекса доллара, традиционного обвала в рынке драгметаллов у нас не будет. Почему? Потому что крупный капитал продолжает покупать эти проинфляционные активы, золото, серебро, в свои портфели. И да, конечно, допустим, будет индекс доллар по 104, по 108 пунктов, золото у нас будет где-то в районе 1960. Вполне себе реально. Но от этих нежноящих областей я ожидаю тупо выхода дальше цены вверх. Об этом тоже много раз говорил. У меня мысли и прогнозы по отношению к этому инструменту, к этому благородному металлу остаются прежними. Но единственное, эта картина среднесрочная, краткосрочная картина следующая. Мы свечные шипы в районе 2055 пунктов закрыли. Откат у нас будет сейчас на пробой медианы плацы бонжера и выхода цены в районе 2025 пунктов. Это по золоту, по серебру тоже я ранее прогнозы публиковал, когда еще цена была вот на этом уровне 2270. О том, что у нас будет выход на 2350 на зону медианы плацы бонжера и ЕМА 50, где у нас будет большой продавец. После чего видим откат цены снова на уровне нижней грани боковика. Диапазон 2250. Ну, в принципе, что сейчас более-менее такое и наблюдаем. По платине жду выход на 88900. Из-за того, что я ранее говорил, мысли прежние. Палладий. Ну, блин. Конечно, медианы по ЕМА 9 не пробили. Импульса не хватило в районе 1300 долларов за унцию. Откатимся локально вниз на не считающий уровень 905-910. И с выходом дальше будет первая цель 1060 снова, потом 1090 и 1160-1200. Ну, то есть цели среднесрочные, они прежние остаются. И, соответственно, это дневной график. Ну, а по недельным график так уж подавно. Здесь цели намного выше имеются. Вплоть до уровня ЕМА 200, там 1100-1700 долларов за унцию. Потому что у нас как таковая формация голова и плечи уже полностью отработана. Здесь это первое. Во-вторых, по месячному графику уже тотальная перепроданность наблюдается. Во-вторых, снижение тотальных объемов на продажу идет. И в-третьих, у нас формируется плавный золотой крест по Палладии. То есть те чудо-клоуны, которые говорят, что Палладии вот-вот будут торговаться на уровне 150-200. Ну, да, даже пусть 500 долларов за унцию. Такие чудики, которые, блин, перегибают всевозможные палки и переходят всевозможные грани разумного. Я просто еще раз напомню, что у нас Палладия находится на уровнях больших ценовых поддержек. Вот. Первый удар об поддержку был, второй удар об поддержку, третий удар об поддержку, четвертый и уже пятый. Этот уровень хрен пробьется. Пузырь в Палладии сдут. Все. И потом придется эту металлу расти вплоть до отработки выше стоящих целей. Где-то в районе там уже медианной полосы Бонжер 1500. Там может быть даже Яма с 50-й 1700. А там при этом генгельный график проходит уровень Яма 200. В общем, цели тут у нас потом выше будут. То бишь, отработка всего данного диапазона фатального неотторгованного. То есть, я больше скажу, что я покупал Палладий в среднесрочных портфелях. Я его буду дальше покупать. То бишь, у меня взгляд по Палладию прежний остается. Я даже, в принципе, готов постепенно позицию брать и докупать. Но я покупаю не долларовый Палладий, а Палладий в рублях. Через обезличенный металлосчет одного из окологос государственных банков. Ну и, в принципе, Палладий в рублях, он будет рассчитывать фактор как девальвации рубля, так и за счет фактора роста самого Палладия. Поэтому пузырь сдут, это видно, это прекрасно ощутимо. Ну а среднесрочные цели все равно по Палладию выше. Вопрос, когда это будет идея отработана. Может быть, я не знаю. Я вообще от точки А вхожу постепенно, да, где-то от уровня 1070-1100 долларов за унцию. И плавненько, лесенько, буду позу подкупать дальше. Разворот я знаю, где-то на уровне 900, то бишь на вот этом большом отрезке ценовой поддержки. Ну и, полагаю, повторюсь еще раз, вот к этим целям мы будем медленно, но верно, растет четко по стратегическим уровням. Ну и, может быть, где-то на горизонте одного года, может чуть побольше, данная идейка будет хорошо отработана. В общем, здесь цели прежние, мысли прежние. Чем-то новым разбавить и дополнить не могу, потому что будет падение индекса доллара. Риск он на всех рынках, то бишь спрос на рисковый актив, в том числе на металл за счет роста инфляции, впоследствии за снижение ставки ФРС, ну и, как следствие, будет вынос палладия в дальнейшем. Так что, мысли прежние, тут переобуться даже не получится, я вам больше скажу. Как говорится, вижу торговую идею, я ее торгую, и все, большой жирный ок. То бишь, ни одним рынком акций финансовый рынок богат. Вон, сырьевый рынок тоже имеет место быть. Вот, далее нефмаркибренд, медленно, но верно будем спускаться в район поддержки 70 долларов за баррель, по меньшему графику это уровень ЕМА-200. Да, в принципе, по недельному графику цели ниже остаются, к тому же я обращаю вашу внимание на то, что по дневному графику цена торгуется на уровне ЕМА-9 медианной полосы Больнджера в диапазоне 78 долларов за баррель. То есть, какие шипы она формирует. Ну, как бы, да, берут, удерживают, как бы думают, вот, а там, может, пойти выше, может, пойти ниже, а там и там стопов много. Но я все к чему сравняюсь, потому что у нас развернуты вниз. К большой лонговой области. И от уровня, примерно, 70 долларов, 71 доллара за баррель я готов открывать краткосрочный лонг по нефти в фьючах на нефть с целью выхода цены в район, ну, как минимум, там, 76-77 долларов за баррель. Вот, и по мере этого роста, конечно же, я этот фьючерс контракт буду в пользу прибыли закрывать. В общем, с вами у меня цели прежние, мысли прежние. Пока как-то разбавить ложкой дегтя в этой прекрасной бочке меда я не могу. Далее, природный газ. Что у нас по природному газу? Во-первых, раз, два, три, четыре, пять дней уже торгуется на уровне Яма-9, диапазон 3 долларов. Жду продолжение проторговки на этом уровне. Диверы есть. Объем на продажу растет. Формируется плавно золотой крест. Что ждем? Расторговки на этом уровне. 3,08, там 3,00, пофигу. И с выходом из на Яма-200. 2,80, 2,90. В общем, здесь цели, в принципе, прежние. То есть, опять же, данную прекрасно прелестную, импонирующую мне ложку, бочку меда, разбавить ложкой дегтя я не могу. Потому что очень сладкая, нисходящая картинка у нас в процессе формируется. Тем более, от уровня Яма-200. В общем, пока взгляд у меня прежний на данный сырьевой товар. Далее, индекс ММВБ. Здесь картина, в принципе, прежняя. Мы вышли в краткосрочную фазу ценовой перегреться по 4-часовому, даже по часовому графику. От уровня 3,200 пунктов от этого большого диапазона сопротивления, которое я вам ранее много раз озвучил, нас будет поспенько футболить вниз. Опять же, футболить как? В виде глубокой коррекции нет. В виде обвала нет. Пут-опцион где? 3,100 пунктов. Вот здесь он находится, вот здесь, на этом уровне. Я полагаю, что к этому у нас поспенько после проторгов на этом диапазоне префутболит вниз. Мы здесь какое-то время поторгуемся, расторгуемся, опять отскочим, опять снизимся на нижнем грамме боковика, проторгуемся, и потом пойдем снова выше в район сопротивления, куда-нибудь 3,300, там, может быть, ключевую ставку в центральный банк будет понижать. Ну, точнее, не может быть, а он будет понижать, это неизбежный процесс. Вот. Там, говоришь, может быть, и СВО закончится, там, говоришь, и финкризис закончится, и снижение ставки ФРС будет, и, как следствие, вынос всех рынков в пользу дальнейшего роста. Поэтому по МВБ, я повторюсь, картину прежняя, по МВБ взгляд у меня тоже прежний, но краткосрочен, да, откат. Потому что мы с вами прогноз наш полностью отработали в виде роста цены на 3,200 пунктов от 15 декабря. Это, на мой взгляд, финал. Финал текущей фазы роста, текущей фазы эпопеи краткосрочного восходящего канала. В принципе, даже можно вот так взять и пометить. Ну, как-то вот так вот. Вот. Потому что я больше склоняюсь к тому, что от текущего уровня все-таки резонно увидеть коррекционное движение цены в области ниже стоящих областей поддержки, чтобы потом накопить новую порцию шартов, новую порцию импульса дальнейшего роста цены. И этот импульсный вполне резонно взять да и распределить там по работе 3,400 пунктов. Это потом уже впоследствии, где-нибудь там третий квартал, когда ЦБ будет ставка понижать, опять же повторюсь, где-нибудь в преддверии осени, о чем говорил много раз. Далее, фьючерс РТС, инкс РТС. Тут у меня взгляд абсолютно прежний. У нас имеется гэп 1137, гэп 1032, гэп 1115, е-мое, гэп 1105. Это еще первые четыре цельные снижения. Поэтому учитывая, что цена тотально перегрета, у нас будет фаза отскока рынка, это неизбежный процесс. Ну, проторгуемся какое-то время и дальше пойдем вниз на ништающую область, куда прорально к уровню реперной поддержки, диапазона даже тысячи, может быть, тысячи, 50-1080 пунктов. Вот. На отработку вот этого гэпа, этого гэпа, этого и этих гэпов. В общем и целом, здесь все равно перегретость есть. Меня спрашивают, есть ли я жену лонговать. Лонговать здесь, когда вас готовы уже конкретно прибутылить на ништающий уровень, нет. Так что, в принципе, браться за такие рисковые идеи в виде открытия лонгайртес на текущем уровне, это самоубийство, это вообще бред полный. Просто идиотизм. Поэтому не стоит этого делать. А цели ниже. Вот. Поэтому будьте готовы к ценовому снижению. Далее, что касается валютного рынка, по доллару, по юаню, я ожидаю локального отсутствия, по баксу это 89 рублей, но в районе 80 на Яма-9. По юаню, отсутствия в районе Ема-200, Ема-9, 19 рублей, 30 копеек. Но я думаю, на этом факторе у нас будет тупо откат РТС. Все. Вот тупо на этом факторе. Потому что локально эти инструменты у нас немножко перепроданы. О, даже 4-х часов графика по юаню. Посмотри, что у нас тут. RSI по 15 пунктов. Ну, в принципе, локальный отскок, я думаю, в район 12.37, 12.38 мы так или иначе увидим. Но это опять же, не более чем отскок, потому что потом у нас будет продолжение снижения цены по юаню в рамках этого нисходящего канала. Так отскочили, пошли еще ниже. Ну, сейчас будет отскок на факторе откупа шартов со стороны крупного капитала. Но дальше цели ниже. И тут тоже самое. Отскок с целями ниже. Так что, в принципе, в принципе, брать здесь лонги я лично не собираюсь. Спекулятивно торговать тоже я пока не собираюсь. Отниженочный уровень готов рассмотреть лонговые позиции. От жестких ценовых уровней, там, где по дневному графику будет уже перепроданность растягивания, информация, там, 20 пунктов по доллару и по юаню, также в районе 20 пунктов по дневному графику. Вот. Поэтому пока картина такая. По индексу ОФЗ в принципе у нас пока все по-прежнему. У нас сформировался ценовой треугольный чек. Вот. Ожидаю локального проработал треугольника вниз на отработку уровня 1.3 верга на понедельному графику. Может быть, даже пробьем его чутка еще поглубже к 114-116 пунктам. Тут расторгуемся, проторгуемся в виде нового треугольника. И дальше будем ходить аккуратно вверх в район там 126-130 пунктов. Поэтому в принципе, в принципе, я лично сейчас пока ОФЗ не беру 26-го года. Я хочу их подобрать чутка пониже. Потому что по мере отката РЖБ они будут давать доходность не 11, там с половиной процента годовых, что они сейчас дают, а где-нибудь в районе например 13, там может быть 13,5 процента годовых. Вот. Мои мысли по отношению к снижению ключевой ставки ЦБР в прежнее. Поэтому где-нибудь осенью они ставочек уже будут понижать. Но не сейчас. Сейчас еще прямо рановато, я считаю. Далее, я бы хотел пройтись по следующим бумагам. Газпром, Русал, МТС, Новотек, Мечил, Аталон, Северсталь, ВТБ, Лукоэл, Русниф, Полюзот, Сургут, Нефтегаз, Яковлев, УАК, Янекс, ВК и Озон. Тут у меня мысли следующие. Во-первых, по... Начну с своих открытых позиций среднесрочных по Газпром, МТС, Русал. Начну, пожалуйста, Русала. По мере роста этой бумаги я ранее говорил, еще раз скажу, буду ее дальше брать и распродавать. В принципе, первые продажи у меня были в районе сопротивления ЕМА 50, 36-40 рублей. Я в рамках нашего клуба трейдеров свои сделки публиковал по этой бумажке. Профит я там постепенненько фиксировал. Но, опять же, повторю, что я всю позу тут не закрыл. Нет. Я ее буду закрывать полностью где-нибудь в районе сопротивления ЕМА 100, ну, 37-50, может быть, 38 рублей где-то вот на этом уровне. Это первое. Поэтому полпозиции Русала. Здесь я остался. Потому что здесь ценовую проторговку в этой области в виде формирования флага и дальше выхода цены выше вот на это ценовое сопротивление ЕМА 100. По МТС 15 декабря активно в рамках и публичного трейда, и клуба трейдеров я докупал и усреднял активно акции МТС на панике рынка. Я немножко МТС ополовинил, грубо говоря, полпозиции. У меня там был припаркован 6% от капитала, 3% капитала я продал на уровне ЕМА 200. Соответственно, соответственно, прибыль была в районе почти 4%. Вот на этом выходе. Я полпозы также оставил с целью выхода в район 290 300 рублей за акцию. Так что в следующий позу я буду продавать где-то, наверное, здесь. есть. Ну и потом также цели в районе закрытия ГЭП тоже остаются на этой области. Так что, в принципе, по миру также эту бумажку буду дальше брать и распродавать. Что касается Газпрома, здесь у нас пока идет основая расторговка, не более чем. Но цели, в принципе, прежние остаются в районе 200 рублей за акцию, потому что довольно вероятно, что дивиденды по этой компании будут довольно высокие по итогам предыдущих годов в рамках ближайших дивидендных выплат, который состоится у нас в июне 2024 года. Но все же, тут я лонг держу, не парюсь, не сучусь. Я вот Газпром готов реально держать. Вот очень сильно бумага не даться на рынках и эффект накопленной инфляции потом свои плоды даст в виде серьезного большого ценового распределения. Далее хочу рассмотреть компанию Novotec. Во-первых, Novotec часто торгуется на уровне ЕМА-200, торгуется по факту в Пиле, формирование некоподобия формации ромб. Сейчас идем вниз на уровень 1470 рублей, но повторюсь еще раз, цель нас все равно остается вышестоящих на области 1600-1680 рублей за акцию. Поэтому, в принципе, акция компании Novotec по новому раму я готов. Буду в скором времени снова подкупать в не среднесрочную позицию, это было бы громко сказано, но, наверное, позицию спекулятивно краткосрочную. Дальше посмотрим. По акциям компании Мечел, у меня взгляд прежний, опять идем на уровень 270-260, у нас формируется четкая двойная вершинка, четкая ценовая дивергенция, поэтому данную бумажку брать от Лангана текущий уровень, я считаю, не стоит. Я считаю, что у нас, в принципе, не считающий уровень проходит разворот на уровне Яма-200, 240 рублей за акцию. Далее, компания Эталон, тут также нас будут прифутболить вниз на реперную поддержку уровня 78-70 копеек и на реперную 75-30. В принципе, от уровня 75 вру, нет, нет, не вру, 75-30, да, 75-30, я готов, в принципе, подбирать лонг-позу, цель выхода цены вверх, но не раньше. Далее, нет, не ВТБ, далее Северсталь, по списку. Северсталь на статусе тотально перегрета, ждем откат на уровне Яма-9, 1485 рублей. Далее, ВТБ, вот теперь точим ВТБ. ВТБ, та же самая шляпа, будем аккуратно на уровне Яма-200 и медианной полосы Больджер, 0023-810. Тут пока, я считаю, рано подбирать лонги по ВТБ и ну это короче, глупо. Пока стороной похожу. Далее, по акциям Лукойла, идем на отработку не считающего области поддержки 67,50 вот сюда и на отработку в дальнейшем пойдем области 63,95. Ну короче, нас будут аккуратно с рынка прифутболивать локурни Яма-200. То есть, смотрите, Яма-200 по мере проторвов рынка тоже растет. Соответственно, Яма-200 где-нибудь неделю через неделю полторы будут на уровне 64,00. Ну а к этому у нас будет поспенка прифутболивать. Вот. В принципе, у нас также по Лукойлу идет ценовая продажа. Это видно объем на покупку крайне низкий. Ну и вот все нас потом приберут. В общем, что имеем, то имеем. Далее Роснефть. Та же самая картина, как и Лукойла. Нас будет поспененько загонять на уровень 550. 550 и, пожалуй, даже 540. Ну, вблизи уровня Яма-200. Далее полюс золота. По полюс золота у нас сейчас основа отработка шипа. Но, опять же, повторюсь, от уровня Яма-200 10800 я буду поспененько к этой позиции присматриваться. Правда, покупать я пока не собираюсь, просто готов ее рассмотреть в потенциальный лонг. У нас акции еще и ниже по рынку по этому эмитенту остались. Ну, в районе поддержки даже 10400. Поэтому, просто, бумагу я готов брать в поле зрения и не более чем. Сургут нефтегаз. У нас цель ниже стоящая в районе реперной поддержки Яма-200 4770. В принципе, я готов от лонга хорошенько покупать как минимум на короткосрочную ценовой отскок в область сопротивления реперной поддержки 5306. Ну, от уровня Яма-200 4825 до 5306 10%. Так что, в принципе, тут я снижение дождусь к этому уровню. Тут мы расторгуемся, проторгуемся и потом пойдем снова выше. Так что, в принципе, цель пока прежняя. То есть, взгляд даже на суток он не видоизменен. Далее, компания Иркут Яковлев то есть. У нас тут цель отработки в диапазоне 9760. Цена вступает жестко в фазу перегреться. До сюда дойдем, расторгуемся, раздадут и полетим опять вниз на уровень 70 рублей за акции по ОАК то же самое. Идем сюда на 1.80 1.85 расторговываемся, выходим в фазу жестко ценовой перегреться по многим что было здесь и падаем вновь на 1.8 Вера Гана 1.32 В общем, тут тупо спекулятивный вынос уже к своему завершению логичному концу подходит. Компания Яндекс Идем вверх на уровень свечного шипа 2.860 Приходим проторгуемся расторгуемся получаем жестко ценовой перегреться и как следует потом обвал цены на ЕМА 200 в диапазон 2.500 Пока тоже взгляд на эту бумагу у меня остается прежний. Пацан тоже самое свечный шип в районе 750 отработка отторговка как и в Яндексе и падение на ЕМА 200 640 рублей. По Озону вчера вышла такая манипулятивная новость один телеграм-канал ее запустил о том что якобы Озон может выкупить 28% акций компании ВКонтакте может не может рынку на это насрать если честно просто эта бумага настолько малоликвидна она второго эшелона что толпа ее тупо запампила все тупо пампа не более чем но как говорится раз толпа пампит бумага на ее ценовых хаях то есть максимум значит потом и оставит бумага торгуется в принципе в своем боковике верхней грани боковика 3025 нижней грани 2470 у нас дошла до уровня ценовой перегретости в этом диапазоне ждем плавного отката нижней грани боковика ема200 2400 в общем и целом ну цель ниже в общем подводя итоги данного анализа рынка вам скажу обычную вещь о том что по мвб у нас цели краткосрочно находится ниже да конечно вынос к уровню 3200 мы получили как с вами и ожидались как с 15 декабря с паники с пика паники рынка ожидали с вами отторговку этого уровня также с 29 декабря вот ну и соответственно тоже мы с вами там ланги на панике рынка покупали я об этом публично говорил в рамках нашего клуба трейдеров что покупаю все возможные позы и буду потом по миру распродавать ну что в принципе и сделал так что я в принципе ну не сказать что я прям так эйфорически как-то счастлив да что-то вот что удалось что-то заработать нет я все равно недоволен честно я вечно недовольный мне как-то я встаю как правило с левой ноги а левой нога у меня самая хреновая нога на меня вызывают самые плохие утренние настроения которые потом переквалифицируются в плохое настроение напряжение всего торгового дня в связи с чем я матерюсь активно и бамблю во многих видеороликах но так если откровенно говорить черт возьми что имею то имею вот конечно если бы я бы знал прикуп я может быть вообще взял на себя два критных плеча да но это был бы тотальный риск и соответственно знал бы прикуп жил бы я бы уже не ген там на севере России да а где-нибудь не знаю в Эмиратах вот такая у нас вот правда жизнь что имеем то имеем в общем жду планового отката рынка надо работать в ништоячих уровнях жду планового отката всех акций Российской Федерации ну и опять же откат это не значит что обвал это просто откат просто тупо откат не более чем это не повод вызывать панику это не повод говорить что вот ща будет крах рынка мне звонили мне сказали я просто многие форумы трейдерские читаю я вижу панических настроения о том что вот сейчас МВБ будет по 2 400 по 2 000 крах рынка неизбежен там глобальный двойной дной грядет глобальная голова и плечи тройная вершина по идее графика МВБ формируется только вы даже все понимаете что все эти формации их легко обломать за кордоном рынка 30 триллионов рублей я думаю еще раз хотя бы процент в 30 этих денег они в рынок забегут после разгара будущего финкризиса ну мирового я имею ввиду вот и эти деньги потом будут просто аккумулируются в акциях и акция потом после всего этого шабаша растит дальше ой господи в общем не шартите рынок в моем рекомендации не тупите и раз среднестрочный позы сдержите дальше цели выше но просто готовьтесь докупать их по мере снижения ну тоже неплохо господи я же я уже лечит триллионстрочный поздержу мне как-то пох на происходящее я также занимаюсь спекуляциями в рынке в рамках нашего клуба трейдеров имею ввиду что тем более пох на всякий инфошум в общем и своя башка на плечах есть более-менее извильно мозговина работает ну я не знаю что еще сказать в любом случае я ну более-менее так удовлетворен хотя ну где-то как-то вокруг да около все-таки не сказать что прям шибко сильно удовлетворен да но более-менее где-то как-то могу сказать что да я где-то доволен но не шибко не хватает наверное витамина D я полагаю но все же я вам рекомендую подписаться на все наши медиа источники вступить в наш клуб трейдеров можете на официальном сайте биржевик вип.ру либо официальном телеграмм биржевик бот я провожу там прямые эфиры на наш клубе трейдеров на ежедневной основе публику огромное количество торговых идей в принципе при желании вы можете отрабатывать можете не отрабатывать дело ваше публикую большое количество обучающих материалов также я сейчас дополняю нашу программу биржевик инвестгид обучающими материалами лайфхаками в рынке я имею ввиду своими наработками и прочим в этом духе поэтому при желании можете подписаться на наш клуб трейдеров и пользуйся биржевик инвестгидом прям в целях личного саморазвития и личностного роста ну и помимо прочего я тоже прямые эфиры провожу на нашем клубе трейдеров и как вариант там тоже все возможно лайфхаки по рынку озвучиваю в общем дело ваше выбор ваш ради бог хотите развиваться можете подписаться также у нас имеются телеграм-каналы про рынок акций про сырьево рынок про облигации банковский сектор тоже рекомендую подписаться наши публичные источники в канта группы инвестгидом также рекомендую подписаться наши публичные официальные источники ну и помните что мы все обречены на прибыль лишь время грамотная стратегия наши главные союзники я думаю по шортистам вы увидели что они смачно обосрались время это не их союзник стратегия это не их союзник их союзник это просто терять бабки лудомань по полной программе и смотрите в рот брокерам которые на их комиссионной доходности зарабатывают свои деньги в общем все традиционно все по старому рынка говорится нихрена не видоизменился как некоторые вам пытаются внушить что мол изменился эпоха на рынке это полная чушь лабуда и ничего не изменилось в этой жизни все осталось по прежнему вот на этом все удачи вам торгов и до свидания и до свидания и до свидания и до свидания